Доброе утро, с вами снова Рысь Все хорошее когда-нибудь заканчивается Впрочем, как и все плохое Ну, короче, сегодня мой последний день в Анапе Только недавно проснулся Выезжать надо где-то часа через два с половиной Завтракаю, иду в магазин за остатками продуктов Которые мы забыли И собираюсь В Анапе я пробыл три дня Можно было бы, конечно, и подольше Но это я понял уже, когда приехал сюда Для этого надо было бы побольше собираться Брать там вещи какие-то с собой Ну и к тому же, честно, меня мучает совесть За тех, кого я тренирую Особенно те, кто тренируется постоянно Три раза в неделю и стремятся к результату Вот, и так вот пропасть там неделю на две Но мне совесть не позволяет Потому что люди реально рассчитывают на меня И многие не могут без меня тренироваться Поэтому, может быть, как-нибудь в другой раз А пока трех дней достаточно, чтобы все посмотреть Погулять Подышать морским воздухом И свалить Магазин сходил Снова направляюсь к морю По старой доброй традиции Нужно кинуть монетку в море Заплатить ему за гостеприимство Чтобы была возможность приехать в следующий раз Несмотря на то, что я даже не купался Но традиция есть традиция Дойдем кинем монетку И где-то я там видел прикольный магазин с сувенирами Может быть, что-нибудь прикупим Кстати, продолжая вчерашнюю тему толерантности Вот в Анапе, например, живет Ну, довольно много национальностей Кроме русских Ну, белых, скажу так, границы, белорусов Прочек Здесь живет очень много армян Большая армянская диаспора Со старых времен, со времен Гаргипи Здесь еще довольно много греков Вот Ну, я думаю, много остальных кавказских народов Тоже хватает При этом я не слышал, чтобы здесь были Именно межнациональные конфликты По крайней мере, я не видел ни одного С самого Одессы Ну, я видел драки там между белыми Я видел, как черные бегали друг за другом по улице с ножом Вот Но ни разу не видел, чтобы был конфликт между, скажем, русским и армянином Ну, наверняка они бывали Но мне вот не попадались Хотя, так как я здесь много времени провел То всякие конфликты я видел, на самом деле Но межнациональных не было Так что, вот вам она по такой пример толерантности И дружного проживания разных народов на одной территории Ух ты! Цивилизация на входе в пляж Дорожка для инвалидных колясок Но, на мой взгляд, конечно, это не очень приемлемое название В других развитых странах по-разному называют Людей с ограниченной возможностью Но не важно Интересно также, что на территории пляжа Выгол собак запрещен Но я надеюсь, что выгол рыси не запрещен И я пойду еще немножко прогуляюсь по территории пляжа Дойду до того же самого вчерашнего мостика И кину монетку Мне кажется, или сегодня народу реально намного меньше, чем вчера? Смотрите Ну, какие-то единичные случаи Вот если даже дальше по всему побережью посмотреть Ну, вот какие-то люди, да, чуть-чуть? А дальше, что-то пустота Подозрительно Подозрительно Ну, все это не имеет значения А, кстати, немножко Может быть, с этим связано Немножко прохладнее Я уже вот в кофте В футболке сейчас уже не походишь Довольно прохладный ветер Если лежа, я думаю, на земле позагорать Даже можно еще Вот, конечно, так идти по ветру Не айс Наверное, людишки греются дома Лежу на полежу Я и млею И жизни своей не жалею И пенится берег морской Со своей неуемной тоской Ну, что ж, мы с вами снова на аварийном мосту Так, не знаю, я бы снял кошачки, но... О, нет Солнце очень яркое Классное море, красивое Чистейшая вода, народу нет Поэтому водичка просто очень прозрачная Конечно, так и хочется скупнуться Но там холодновато Там, кстати, на пирсе Даже рыбаки что-то ловят Ну, впрочем, почему бы и нет Можно сидеть, размышлять о смысле жизни И ждать, пока клюнет Можно поднять свою жопу и действовать И сделать что-нибудь, наконец, в этой жизни полезного Перспективы на жизнь Раскроется злая пучина Погиб не шикарный мужчина И дамы, увидевши гроб Поймут, что красавец сусон И дамы, увидевши гроб Поймут, что красавец сусон Ну что ж, запустим монетки Моя монетка полетела И еще один рублик Ну все, прощаю, Черное море Надеюсь, скоро увидимся Патти Харт и Гарлем Шейк Эта штука какая-то непонятная Тут лежит Кто-нибудь знает, что это Ну, скорее всего, используется для... Хотя, кто знает Может, для развлечений летом используется Но в любом случае, я надеюсь, что... Что это не украинская торпеда Я все думал, что это за фигня такая На центральном входе, на другом Думал, какие-то работы, что ли, идут ремонты А нифига, кажется, недавно здесь Такие дикие ливни были Просто дикие Что тут вот это вот все просто размыло Ну и не только здесь Надо найти в интернете Показать вам, что здесь творилось Это просто жесть Вот, так что, конечно, климат клевый Все тепло, уютно, приятно Но бывают и такие вот катаклизмы Бывают Я даже, кстати, сам один раз лично видел смерч в море Ну или как он там? А, ну да, наверное, смерч называется В море вихрь такой Один раз в жизни Но до города он не дошел Он был где-то вдалеке в море Красиво И, кстати, не страшно Кстати, друзья, насчет погоды-то я ошибся Я что-то не обратил внимания на то, что вчера я в 12 только вышел из дома Поэтому было жарко А сегодня я в 11 уже практически заканчиваю свою прогулку И вот сейчас, ну, действительно жарко Сейчас, в принципе, можно было снять кофту и идти в футболки Так что нифига, погода такая же Тепло и классно Ухожу с пляжа, иду в магазин Ну а тут прям можно передавать привет всем моим друзьям Это Дэнчику Каждый из них, я думаю, поймет Это Соня О! Это Дарья Это, на принципе, снова Дэнчику О! Это Марья Правда, все здесь закрыто Напрочь Снова Дарья О! Это привет Паше Сто пудово Ну что? Уезжать не хочется? А хочу Я дома не хочу Хочу уезжать Я ж тут одна Никого не взял А вас там много Мне хочется, чтобы компания была там Лена Лена всего десять дней была, уехала Ну А таксина тоже десять дней была, уехала Ну Мама только двадцать дней и все Остальные я сама Угу 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 А то в комнате жарко, только на улице пошел Останется черная шляпа Останется город Анапа Останется берег морской Со своей неуемной тоской Останется берег морской Со своей неуемной тоской Так, ну вот мы приехали на вокзал До поезда у нас еще где-то час Сейчас будем проходить такой контроль Еще в прошлый раз, когда ехали, еще этого пункта тоже не было Видимо это же рамки и проверка личных вещей Идем Ну что, действительно Рамка, сканер, все такое Класси Да, еще много времени до поезда Бабушка поднимается медленно по лесенке Я сейчас беру вещи и тоже пойду На нужную платформу Там будем стоять и сгорать Ну а что, вполне современный вокзальчик Опять же, когда я здесь был последний раз Здесь еще такого не было Зал ожидания полон Народу вообще дофига Трудом удалось место найти для бабушки Вот Ну а мне придется часик постоять Мне сидеть Да, я фиксирую Мне еще целый час Ой, часа целый сутки Еще я буду спать в поезде Поэтому пока отдыхаю, ждем поезда Пока ждем поезда Наслаждаюсь последними минутами анапского солнышка Ну, хочу, собственно, попрощаться с Анапой Сказать ей спасибо за все В следующий раз надо попробовать Приехать, может быть, на подольше На недельки, на две А может быть, даже еще больше Благо, жилье свое здесь имеется Хочется покачаться в нормальном тренажерном зале Где нет дурацких тренажеров для сведения и разведения ног Зато есть машина для икор, машина для приседаний Ну и много других классных тренажеров Вот Покушать фруктов Насладиться природой, морем В общем, попробуем приехать сюда в какой-нибудь В теплый период Но так, чтобы еще не было очень много народу Потому что летом, вот июнь, июль, август Просто вообще не протолкнуться Это дикий ад Ну, наверное, как на любом курорте в сезон Вот, пожалуй, все Я думаю, время посадки у меня будет уже не до съемок Может быть, что-то поснимаю еще в поезде Посмотрим Ну, а в целом, спасибо за просмотр этой серии роликов С вами был Рысь Вы смотрели Рыси Блог Подписывайтесь на мой канал Буду снимать еще много интересного Много где собираюсь быть и много что показать Ставьте лайки, оставляйте комментарии И до новых встреч До новых встреч До новых встреч До новых встреч Продолжение следует...